Так выглядит поездка на автомобиле по улице Шкотовская в районе станции Спутник изнутри. Местные жители уже неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к их главной дороге, но до сих пор безрезультатно. Да мы сами за свои деньги бы сделали, нам же не дают. Не дают? Конечно, да потому что то нельзя, это нельзя. Узнавали, да? Да уже сколько бьемся. Ну вот это что? Это что, это вот надо обязательно до Путина доходить или что? Или по этой дороге трудно даже ходить, не говоря уже о том, что ездить на автомобилях или велосипедах. Местные жители говорят, что эту дорогу ни разу не реконструировали, а с осени прошлого года она стала буквально разваливаться на части. В первую очередь население винит Примводоканал. С 2013 года компания стала перекладывать водонапорную сеть с одной части дороги на другую. Для этого перекопали всю улицу. Осенью 2016 работы завершили, а вот дорогу в нормальное состояние почему-то не привели. По этому поводу местные жители ранее обратились в прокуратуру. Так как данный участок, данный водовод принадлежит водоканалу, то обязанность по восстановлению дорожного покрытия после земляных работ принадлежит, возлагается на них. Прокуратура передала всю информацию по Шкотовской дороге в администрацию города. Та подала в суд на Примводоканал. Сейчас администрация выполняет все свои обязанности и судится с этой организацией. Я думаю, что в ближайшее время водоканал все-таки начнет эту дорогу делать. Мы не стали дожидаться решения суда и обратились лично в Примводоканал за комментарием. Там свою вину признали и пообещали в ближайшее время дорогу отремонтировать. Сейчас, как только откроется первый асфальтовый завод, все будет восстановлено. А когда это будет? Ну, это вот зависит от погодных условий. Обычно это где-то в конце апреля, в начале мая может, асфальтовый завод откроет больше. Местные жители настаивают именно на капитальном ремонте дороги. Правда, говорят, что и это решит их проблему лишь частично. Люди отмечают, проблема с этой дорогой в пригороде Владивостока началась задолго до 2016 года. Примерно в 2010-м, когда город стали готовить к саммиту АТЭС. Тогда было принято решение строить федеральную трассу. Однако в результате строительства новой дороги были перекрыты повороты на Океанскую и Садгород. Таким образом, осталась лишь одна магистраль – Шкотовская. А почему она разбита? Это теперь главная магистраль, которая связывает целый микрорайон с трассой. Потому что вот там, там уже повернуть нельзя на Океанской. Все едут с той стороны, проезжают Океанскую, где раньше выезжали, на переезд. Едут вот сюда, по развязке. И вот по этой Шкотовской теперь главной улице едут. К слову, с 2010 года по Шкотовской начали ездить и большегрузы. Сначала в виде исключения. Администрация края просила потерпеть. А когда другие дороги закрыли, вариантов просто не осталось. Естественно, что большегрузы, вот эти бетономешалки, автобусы, автобусы, все это дорогу разбивает. Ко всему прочему, во время каждого дождя Шкотовскую улицу размывает. А в теплое время года она часто страдает от наводнений. Потому что с одной стороны населенного пункта речка, с другого – водохранилище. Зимой же дорога наоборот превращается в каток. Просто дети хотят покататься и на велосипедах. И иногда просто даже пройтись пешком в магазин, хочется прогуляться, не говоря уже о мамах с колясками. Это просто невозможно. Местные жители настолько устали от такой ситуации с их единственной дорогой и отсутствия какой-либо помощи, что сегодня готовы на крайние меры. Если в ближайшем будущем ничего не изменится, они намерены перекрыть свою единственную дорожную артерию и не пускать на Шкотовскую ни одной машины. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.